Ваши эмоции связаны с вашим телом и хранятся в нем. Замечали ли вы, что когда вы испытываете сильные эмоции, или в данном случае гнев, то определенные участки в вашем теле словно бы возгораются, и эта эмоция, которую вы испытываете, может вызвать даже боль? Привет всем! Меня зовут Ивет Роуз, я автор и основательница метафизической анатомии. Книги, посвященные 679 медицинским заболеваниям, что показывает нам, где именно в нашем теле содержится определенное скрытое послание, содержащееся в разных частях нашего тела, такие как гнев, боль, либо эмоциональное расстройство, что могут проявиться через эти вспышки. И вы можете получить свой экземпляр книги теперь в виде мобильного приложения. Просто перейдите на сайт metafysicalapp.com и скачайте эту книгу в виде мобильного приложения, и она всегда будет у вас под рукой. И добро пожаловать на сегодняшнее обсуждение, что является продолжением серии видео «Коренные причины гнева». И сегодня я намерена погрузиться в связь воспалительных процессов внутри тела с неразрешенным гневом, и то, по какой причине и каким образом она возникает. И причина того, почему вы испытываете гнев, может также крыться в определенных участках тела. Итак, давайте вкратце пройдемся по уже известной нам информации, если вы просматривали материалы в этой серии с самого начала. Если же нет, то я рекомендую вам ознакомиться с предыдущими видео, так как в противном случае вы рискуете пропустить множество важных ключевых моментов, связанных с гневом. Итак, когда вы в гневе, то запускается ваша инстинктивная реакция «Бей или беги». И эта реакция происходит по всему вашему телу и затрагивает вашу нервную систему. Теперь, как вы знаете из моих предыдущих видео, этот гнев тесно связан с инстинктом борьбы, а также гормоном адреналином, высвобождающимся внутри тела. Таким образом, следом внутри вас возникает этот гормональный цикл стресса. Этот установившийся цикл обычно восстанавливается спустя лишь 20 минут после того, как проблема, угроза, что-либо, что вызвало ваш гнев или разочарование, исчезает. Теперь же эти стрессовые факторы передаются через вашу центральную нервную систему, исходя от вашего мозга по всем этим областям тела, а также в кишечник, что связан с вашей иммунной системой. Таким образом, ваш ритм увеличивает нагрузку на сердце, создает нагрузку на ваши мышцы, что затем становится напряженными, практически готовя тело к тому, чтобы сражаться или бежать. Вы видите, таким образом ваш разум приходит в состояние повышенной готовности в связи с данными инцидентами в настоящее время. И ваше артериальное давление также повышается. Многовато всего, не так ли? Таким образом, как вы можете видеть, когда вы в состоянии расстройства, большое количество участков в вашем теле начинает воспаляться? Гнев не просто симптоматическое быстротечное ощущение, с уходом которого все заканчивается, так ведь? Существует множество других факторов в вашем теле, что означает то, что биологическая сторона также ощущает на себе последствия этого гнева, которые необходимо успокоить. И эта реакция в вашем теле происходит, когда вы чувствуете сильные ощущения, связанные с гневом, и ваше тело приходит в себя, когда ваш гнев стихает. Кажется вполне естественным циклом, правда? Но что же происходит, если вы испытываете гнев гораздо чаще, на постоянной основе в течение дня? Как насчет тех моментов? Вы видите, через некоторое время ваша центральная нервная система и ваш мозг могут начать воспаляться. И за этим также может последовать возможное воспаление иммунной системы. И наоборот, поскольку все здесь взаимосвязано, в том числе и ваш кишечник. Мы еще вернемся к этому через минуту. Итак, когда ваше тело отвечает на стресс, то все затем может последовать в другом направлении. Ведь для того, чтобы воспринимать все эти усиленные ощущения, требуется много энергии. И это накладывает большую нагрузку на вашу иммунную систему, а кроме того, на ее способность быть полноценной и сильной. Итак, когда сильная реакция, такая как гнев в этом случае, регулярно ощущается по всему телу, она затрачивает энергию. Ту энергию, которая затем заимствуется у иммунной системы и у тела в целом, чтобы оно оставалось здоровым и ощущало себя таким образом. Итак, если в тот момент ваша иммунная система расстроена и у нее нет необходимых ресурсов для того, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии, то инфекция и воспалительные процессы могут стать проблемой для тела, начав проявляться. Что еще интересно, та область, где может проявиться инфекция или воспаление, в большинстве случаев у всех разная. Так ли это? Что ж, возможно и нет. Вы видите, то, где вы ощущаете воспаление в своем теле, в самом деле зависит от того, какова природа вашего гнева. Вы не убеждены? Позвольте мне объяснить. В моей книге, как вы уже видели в самом начале видео, в метафизической анатомии, все в ней целиком зыждется на этой концепции. Вы можете получить свой экземпляр книги на сайте metaphysicalapp.com. Мои исследования основаны на определенных эмоциональных стрессовых факторах, которые накапливаются в характерных участках вашего тела, а также там, где хранятся эти эмоции. В большинстве случаев эти места одинаковы для остальных людей. Мы разделяем эту эмоциональную схему по всему миру. Теперь обычно гнев накапливается и удерживается в нашей пищеварительной системе, помимо того, в нашем кишечнике. И затем он может перекидываться оттуда на другие части тела. С точки зрения психосоматики, гнев берет начало в кишечнике, поскольку кишечник символизирует наши отношения с людьми, в особенности с семьей и родителями. Теперь, как правило, большая часть нашего неразрешенного гнева или эмоциональной чувствительности – это конечный результат застарелых ран из нашего детства, наших прошлых взаимоотношений с близкими людьми, а в данной ситуации еще и взаимоотношений с родителями и близкими родственниками. Итак, основной спусковой механизм – это старые раны, но после них, конечно же, жизнь все еще идет. И затем мы формируем новое воспоминание. И затем также образуются новые эмоциональные раны. Когда мы настолько разочарованы в отношениях или дружбе, которые, как правило, отражают неразрешенные паттерны из нашего прошлого, которые нуждаются в завершении. Пища для размышления. Итак, эти новые воспоминания и другие аспекты гнева, которые вы ощущаете и которые возникают в этот момент, могут спровоцировать воспалительные процессы в вашем кишечнике. Кроме того, воспаление может перейти в другие, новые области тела, в зависимости от того, что являлось причиной нашего гнева в самых последних переживаниях прошлого. Итак, как же это все сочетается? Разрешите мне привести пример. Итак, гнев, как я уже отмечала в своих предыдущих видео, это симптоматическая эмоциональная реакция, верно? То есть, существуют куда более глубокие основные эмоции, чем та реакция на эмоцию, которую мы ощущаем. К примеру, скажем, у вас были очень трудные и печальные взаимоотношения с вашим отцом или вашей матерью. В этом случае больше подходит пример матери, просто ради примера в этом видео. Скорее всего, в этом случае воспалению больше подвергнется зона вашего желудка. Или же вы можете в действительности обнаружить, что левая сторона вашего тела, что считается также стороной, отвечающей за женское начало в нас, подвергаться проблемам. Эта сторона также символизирует наши отношения с собственной матерью. А правая сторона представляет наши взаимоотношения с отцом и маскулинность внутри нас. Итак, если вы, к примеру, росли в жестокой обстановке, то вы можете обнаружить, что у вас большие проблемы с пищеварительной системой. Или же в вашей области сердца чувствуется постоянное большое напряжение и нагрузка. Или же, как пример, вы можете страдать от аутоиммунных заболеваний. Также это может быть и унаследованным эмоциональным паттерном, и это значит, что вы можете также унаследовать психосоматические паттерны ваших родителей и предков. Теперь еще один пример. Представим, что ваше личное пространство вторглись, и ваши личные границы постоянно нарушают, как эмоционально, так и физически. И сейчас вы наверняка, скорее всего, боретесь с большим количеством напряжения в области сердца. Вероятно, с повышенным потоотделением, а также с симптомами лихорадки, даже если у вас в действительности может отсутствовать даже обычная простуда. Вы видите, ваше тело обладает множеством замечательных способов, которыми оно хранит эмоции и травмы, а также постоянный стресс. Поэтому я всегда говорю, что тело – это физическое вместилище, сосуд. Но тело также заслуживает достаточно любви, достаточно уважения, а кроме того, достаточно понимания. Ведь оно служит своему предназначению, как и эмоциональное тело, так как ваши эмоции могут перемещаться по всему телу и застревать в определенных участках, а затем проявляться в виде физического дискомфорта. Им, к примеру, может служить напряжение, боль, инфекционные осыпи и так далее. Я провожу большое количество событий онлайн, посвященных этой теме, где вы также можете узнать больше о том, как понимать свое тело и его послания. Итак, не забывайте приобрести свой экземпляр книги «Метафизическая анатомия». Вы можете найти ее в магазине книжных приложений для системы Android, а кроме того, версию для айфонов. Также вы можете присоединиться к нам на сайте madmembers.com. Это бесплатный сайт для участников с огромным количеством контента, посвященного исцелению специально для вас. А теперь, ребята, до следующей встречи! Будьте светом, ведь вы и есть свет! Спасибо, что досмотрели это видео до конца! Не забывайте, что вы можете приобрести экземпляр моей книги под названием «Метафизическая анатомия» на Амазон, в которой я рассказываю о 679 медицинских заболеваниях, а также о причинах их возникновения с точки зрения психосоматики. Кроме того, я решила вас побаловать, добавив специальные пометки для того, чтобы вам было проще начать поиск ответов на интересующие вас вопросы и улучшать свою жизнь. Не забудьте подписаться на мой инстаграм-аккаунт и ветроузру и страницу «Метафизической анатомии» в Фейсбуке. Увидимся в следующем видео!